Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа высказался по поводу предложения о проведении его подопечном боя против обладателя серебряного титула WBC Дилана Уайта. По его словам, в этом поединке нет смысла и Поветкину нужно боксировать чемпионом, то есть Энтони Джошуа, владеющим в частности поясом WBA, на который и претендует россиянин. Поветкин уже боксировал много с кем, только почему-то, когда он ярко побеждает, начинаются какие-то темы и соперниками предлагается Токам, Прайс и еще кто-то, но только не чемпион. Поветкин уже является претендентом на титул на данный момент, но тут ему дают, кто бы что ни говорил, но достаточно опасного соперника в лице Дэвида Прайса. И Александр соглашается, хотя многие в его ситуации предпочли бы ждать очереди на титульный бой. Александр побеждает Прайса, и тут они говорят, что не нужно драться с Джошуа, а давайте подеремся еще с Диланом Уайтом. Я на данном этапе карьеры Александра не вижу смысла в этом бое, хотя это будут решать промоутеры и сам Александр. Чемпион мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтран заявил, что хочет встретиться с победителем титульного боя между Василием Ломаченко и Хорхей Линаресом. Кто выйдет победителем из этого противостояния, мексиканский ветеран затрудняется сказать. Свои мнения Бельтран высказал в интервью Boxing Talk. Думаю, Линара с Ломаченко отличный бой. Мне также предлагали встречу с Ломаченко, но я никак физически не успевал подготовиться к поединку в мае. А еще у меня небольшая травма руки, одержанная в прошлом бою. Сейчас же рука не беспокоит. Надеюсь вернуться в ринг. Думаю, что вернусь примерно в июне. Это действительно отличный бой. Весь боксерский мир уверен в победе Ломаченко, но Линара также очень хорош. Он и техничный, и быстрый. Конечно, я хочу бой против победителя этого боя. Если это реально сделать, сперва мне необходимо вернуться в ринг, провести один промежуточный поединок. А затем я готов принять реально большой вызов. Команда Геннадия Головкина может бесповоротно переходить к поиску нового соперника для поединка 5 мая. Поскольку реванш казахстанского чемпиона мира в среднем весе с мексиканцем Канело Альваресом уже точно не состоится. В этом уверен президент Всемирного боксерского совета WBC Маурися Сулейман. Мое мнение, бой Головкин-Канело уже не состоится. Он мертв. Слушание по делу Альвареса о Неваде перенесли на 18 апреля. Просто не представляю, как поединок все еще может состояться 5 мая. Цитирует Сулеймана ESPN. Большинство любителей ММА восприняли новость о травме Тони Фергюсона и замене в лице чемпиона UFC по улегком весе Макса Холуэя, как первоапрельскую шутку. Но это оказалось чистая правда. 7 апреля в главном событии турнира UFC 223 в Бруклине Хабиб Нурмагомедов встретится с Максом Холуэем в поединке за бесспорный титул в легкой весовой категории. Гавайский боец без колебаний принял предложение UFC и согласился на бой с Орлом. О чем подробнее рассказал в интервью журналисту Робу Демелло. Первые апрельские розыгрыши. Я просто шучу, новости действительно были сумасшедшими. Мой менеджер позвонил мне и сказал, что Тони травмировался и руководство промоушена хочет поставить меня в качестве замены на бой с Хабибом. Я подумал, как можно отказаться от такой возможности. Подобные шансы бывают раз в жизни. Я здесь, чтобы драться. UFC позвонили мне и назвали имя нужного парня, которого вы прекрасно знаете. 7 апреля нас ждет отличный вечер. Я не могу дождаться этого поединка. Нурмагомедов один из самых страшных парней. Вы знаете? Я только не пойму, почему все так считают. Мы все бойцы, все тренируемся. Он человек, я человек. Давайте узнаем, кто из нас лучше, заявил Холловой. Таким образом, 7 апреля на турнире UFC 223 в Бруклине, в легком дивизионе самого популярного ММА промоушена, наконец-то появится новый чемпион. А Конор Макгрегор, вероятнее всего, будет рассматриваться в качестве первого обязательного претендента для нового короля 155 фунтов. А на этом у меня все. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Также не забывайте подписываться на канал The Warrior. На канале каждый день выходит новость о боксе и ММА.